Динозавры Мы динозавры Послушайте наш рёв Они маленькие Да, разве динозавры не должны быть большими? Да, у нас есть большой динозавр Очень большой Хотите с ним познакомиться? Да, пожалуйста Это его следы Мы просто пойдём по ним У-у-у Следы совсем как настоящие Вы уверены, что здесь нет живых динозавров, дедушка-кролик? Уверен, папа-свин Идите по валунам По мосту Через пещеру Ой, следы закончились Смотрите, тут зелёные ступени Это большая горка У-у-у-у У-у-у Ух ты Это большой динозавр Да, это моя огромная гигантская горка-динозавр Вот это динозавр! Это бронтозавр! Жил-был маленький поросенок. Его звали поросенок Джорджи. И он отправился на поиски счастья. Скоро он пришел к лесу. Тебе нравится сказка, Джордж? В лесу был маленький домик. А в домике стояла миска с кашей. Поросенок Джорджи был очень голоден. И он съел всю кашу. Ням-ням-ням. И когда он все съел, пришел медвежонок. И сказал, ой, ты съел мою волшебную кашу. Джорджи сказал, да. Медвежонок сказал, это была волшебная каша. Она сделает тебя очень большим. И поросенок Джорджи начал расти. Он рос, рос и рос. И стал выше всех деревьев в лесу. Конец. Ты хочешь спать, Джордж? Нет. Совсем нисколечко? Нет. Ах. Ну ладно. Я расскажу еще немного. Медвежонок сказал, я знаю, на краю света есть сундук золотых сокровищ. Но мне туда не дойти, потому что я слишком маленький. Джорджи сказал, я отнесу тебя туда. И поросенок Джорджи пошел на край света. Он шел и шел и шел. Ты уже хочешь спать? Нет. И леска не достает до ключей. Ну и ну. Какой глубины этот колодец? Можно узнать глубину, бросив туда камень. Хорошая мысль, мисс Кролик. А мы будем считать, пока камень не долетит до дна. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Это глубоко. Я же сказала, что нам теперь делать? Это мистер Бык и его друзья. Бульдозер-кран. Джордж любит бульдозеры-экраны. Здравствуйте. Здравствуйте, мистер Бык. Добро пожаловать в горные красоты. Вы приехали сюда работать? Нет. У нас выходной. И мы приехали любоваться красотами. Здесь прекрасные виды, шеф. Да, здесь очень красиво. А, мистер Бык, можно взять на минутку ваш кран? Зачем? Папа уронил ключи от машины в колодец. Не продолжайте. Я быстро их достану. Мистер Носорог, кран, пожалуйста. Всем отойти. Опускай. Как нам повезло, что сюда приехал мистер Бык. Да, теперь мы наконец достанем ключи. Дальше не опускается, шеф. Мистер Бык, начальник. Вы нашли наши ключи? Нет. Кран не достает. Что нам теперь делать? Легко. Мы разроем дорогу. Ура! Мистер Бык раскапывает место отдыха. Стой. В чем дело? Мы приехали посмотреть красивые места. А, динозавр. Доброе утро. Чем могу помочь? Мы хотели бы купить динозавра из витрины. Конечно. Хороший выбор. Это Дино-рык. Он рычит, ходит и поет песенку динозавра. Дино-рык, Дино-рык. Слушай, Дино-рык. Дино-рык. Мы берем. Джордж играет с Дино-рыком в саду. Играй с Дино-рыком осторожно, Джордж. У него подвижные детали, и он может сломаться. Джордж не может играть с Дино-рыком в саду. Джордж хочет играть с Дино-рыком в ванной. Джордж, если Дино-рык намокнет, он не будет работать. Джордж не может играть с Дино-рыком в ванне. Наступила ночь. Джордж взял Дино-рыка с собой в постель. Джордж! Дино-рык разбудил меня! Может, Дино-рыку лучше спать в другом месте? Джордж не может брать Дино-рыка с собой в постель. Наступило утро. Почему Джордж такой грустный? Джордж не может играть с Дино-рыком в саду, в ванне, в постели. Ничего, Джордж. Зато Дино-рык может рычать. Дино-рык! Дино-рык! Слушай, слушай, Дино-рык! Ой! Должно быть, батарейки сели, папа-свин. Уже? Сколько здесь батареек? Сотни и тысячи. Я беру взаймы ваш поезд. Пересадка! А мне что делать? Можете остаться здесь и чинить большой поезд. Отлично! Я люблю все чинить. Как весело! Ехать на игрушечном поезде. Гертруда не игрушка. Это миниатюрный локомотив. Конечно! Все на игрушечный поезд. А он не может ехать быстрее. Нет! Гертруда – медленный поезд. Миссис Корова ждет поезда на следующей станции. О! Что случилось с большим поездом? Он уменьшился? Нет! Это игрушечный поезд. Гертруда – не игрушечный поезд. Это миниатюрный локомотив. Отправляемся! Дедушка-свин любит все чинить. Так много интересных деталей и штучек. Ну вот, дорожная пробка. Гертруда может ехать по траве. Ну, конечно! До свидания! Мисс Кролик едет короткой дорогой. Мимо утиного пруда. Привет, утки! В гору. Давай, Гертруда, ты справишься! И к следующей станции. Здравствуйте! А где большой поезд? Большой поезд сломался. Сегодня мы едем на игрушечном поезде дедушки-свина. Гертруда – не игрушечный поезд. Это миниатюрный локомотив. Следующая остановка – конец пути. Это ставим сюда, а это сюда. Дедушка-свин починил большой поезд. Как новенький. Простите, это картофельный город? Нет. Вон там картофельный город. Не совсем то, что я ожидал увидеть. Просто фантастика! Сколько билетиков. Два взрослых и два детских, пожалуйста, мисс Кролик. Шумновато здесь. Шумновато? Нет. Сегодня в нашем парке самый спокойный денек. Желаю хорошо повеселиться. Друзья Пеппы также приехали в картофельный город. Привет, друзья! Здравствуй, Пеппа! А вот и сам великий мистер Картошка. Друзья, добро пожаловать в картофельный город, где витаминным чудесам овощей нигде не видно конца. Посмотрим, как растут наши овощи. И узнаем, как всегда оставаться здоровым и крепким. А также мы полетим к мечте на настоящей картофельной ракете! О-о-о! Пеппа и ее друзья очень хотят покататься на картофельной ракете. И Джордж тоже очень хочет полетать на ракете. Ты не передумаешь, Джордж? По-моему, высоковато. Папа-свин очень боится высоты. Му! Поднимайся на борт, Папа-свин! Мне что-то не хочется. Джордж еще маленький, я не пущу его одного. О-о-о! Ну что ж, скорее бы отмучиться. О, у нас это быстро! Кажется, Джордж передумал. Милый Джордж, иди к маме. Может, я тоже выйду? Поехали! Пока, Папа-свин! О-о-о! Кажется, остановились. Как хорошо, что все уже закончилось. О-о-о! 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 Дети, выходим! А вот и мистер Бык и его коллеги. Мистер Бык будет строить наш новый дом. Значит, ты тут совсем ни при чем? Я сделал самую трудную работу. Мистер Бык будет лишь следовать моим инструкциям. Привет, мистер Свин. Что будем строить? Стоянку? Бассейн? Ракетную станцию? Наш дом. Вы сможете построить точно такой же, мистер Бык? Только побольше. Мистеру Свину нужен дом. Строить будем из соломы? Или из палочек. Или, может, из кирпичей. Из кирпичей, любезнейший. Молодец, папа! Только про качели не забудьте. Не волнуйся, Пепа. Построим! Я могу вам помочь? Джордж тоже рвется помогать. Так, Джордж, клади-ка сюда вот этот раствор. Держи. Словно грязь хлюпает, правда? Цемент, Пепа, это особый вид грязи, который скрепляет кирпичи вместе. Пепа, хочешь заложить свой первый кирпич? С удовольствием! Молодец! Дальше я сам сделаю. Кирпичи нужно класть ровно в одну линию. Ряд за рядом. Но так можно класть до бесконечности. Точно! А вы закончите сегодня? Нет, что ты! Дом нужно строить долго, целый день. Значит, завтра закончим. Хорошо, до завтра, мистер Бык. Пока-пока! Пока! Джордж сделал из липкой грязи горку. Я положила свой первый кирпич. Это все просто замечательно, но детям давно пора закрыть глазки и спать. Сначала мы будем учиться передавать мяч отсюда. Вот сюда. Да это же просто! Нет, Дэнни. Ногами бить нельзя. Это тебе не футбол. Щенок Дэнни любит футбол. В баскетболе броски осуществляют передними лапами. Смотрите. Кто хочет попробовать? Я! Я! Овечка Сюзи ведет баскетбольный мяч очень осторожно. Достаточно, Сюзи. А теперь попробует каждый. Все дети учатся вести баскетбольный мяч. Теперь мы будем учиться перехватывать мяч. А что это такое? Перехватывать значит отнимать мяч у другого игрока. Смотрите. Постарайся отнять у меня мяч, Джордж. Джордж освоил этот спортивный прием. А теперь бросай мяч в кольцо. Да, здесь без тренировок не обойтись, малыш. Давайте начнем нашу игру. Разделимся на две команды. Мальчики против девчонок. Девочки в одной команде, мальчики в другой. Но так не честно. В нашей команде слишком много малышей. Не бойся. Мы все равно девчонок победим. Точно. У нас же суперкоманда. Слоненок Эмили с помощью хобота выше всех умеет держать мяч. Такого хобота нет ни у кого из нас. Так же не честно. Тише, Пеппа. Она в нашей команде. Ах, да? Тогда все честно. А вот и не честно. Пусть Эмили играет за нас. Нет уж, мы ее не отдадим. Прекратите ссориться. Вы все будете в одной команде. В моем магазине есть все. Не сомневаюсь, что вы найдете здесь отличный подарок. Какой мишка! Мне нравится. Вот подарок, так подарок. Пеппа, мы выбираем подарок не тебе, а бабушке с дедушкой. Ах, да. Слушайте, какие зубы. Заводная игрушка. Шуточная. Весьма популярна. А разве можно их подарить бабушке с дедушкой на годовщину? Полагаю, у бабушки с дедушкой пока все зубы на месте, Пеппа. А они любят копать грядки и возиться в земле? Да. Тогда купите им набор ведерок и лопаток. Сегодня у нас большие скидки. У них уже есть и лопаты, и ведерки, и даже грабли есть. Не может быть. Вспомнила. Дедушка любит кататься на лодке. Прекрасно. Здесь у меня есть все, что может понадобиться счастливому моряку. А пиратские сокровища у вас есть? Ээээ, есть все, кроме пиратских сокровищ. А как ваши родственники относятся к антиквариату? А что такое аквариат? Это старинные редкие вещи. Обычно редкие, да. Но у меня тут только новинки. Вот гарнитур из 12 стульев. Разве плохой? Стулья дубовые? Да. Это, знаете ли, пластиковый дуб. Удобные хотя бы. Не вздумайте садиться. Антикварные стулья сделаны не для этого. Ну, а для чего же тогда они? Для осмотра. Это еще скучнее вазы. Любой взрослый вам скажет. Купить подарок для дедушки с бабушкой – непростая работа. Я просто не понимаю. Я торгую абсолютно всем. Здесь должно быть то, что вам понравится. Так и есть. Мне нравится этот мишка. А раз так дедушке с бабушкой, он тоже понравится. Смотрите, он забрался на дерево. Ой, мой милый, но почему же ты так любишь лазать по деревьям? Как же вы собираетесь его спасать? Надо спилить дерево. Нет, я вызову к нам пожарных дети. Пожарная служба. Что у вас? Черепашонок на дереве? Опять? Сейчас выезжаем. Всем отойти. С помощью лестницы пожарные снимают с деревьев непослушных зверей. Ко мне, малыш. Но черепашонок ползет все выше и выше. Спускайся ко мне, шалунишка. Мама корова старается залезть на дерево. Будь осторожна, мама корова. Ой-ой-ой, я застряла. К сожалению, коровы не умеют лазать по деревьям. Держись, я иду на помощь. Я здесь, шалунишка. Оу, я, кажется, тоже застряла. И слонихи совсем не умеют лазать по деревьям. Нет, ничего не выходит, верно? И что же мы теперь будем делать? Надо спилить дерево. Нет! Пожалуй, я позвоню в службу спасения. Алло! Аварийно-ремонтная служба дедушки-пса. Алло. Черепашонок Тиддлс снова залез на дерево. Залез на дерево? Опять? Поезжаю немедленно. Интересно, как можно снять черепаху с дерева? Надо его спилить. Точно! Пора кончать с этой деревяшкой. Нет! Хорошо, тогда я полезу наверх. Ура! Ох, да, нет. Любой предмет, встающий на пути у солнца, отбрасывает тень. Смотрите. О! Моя тень самая большая, потому что я сам больше вас всех. А у Джорджа и у меня тени крошечные, потому что мы с ним самые маленькие. Золотые слова, Эдмонд. Я умный слоненок. А это чья такая тень? Самая огромная-преогромная тень. Наверное, это злой великан. Хо-хо-хо. Это не великан. Эту тень создает пушистое облако. Ух ты! А вы не знаете, какое это облако? Эм, кажется, очень большое. Оно называется слоисто-кучевое. Точно. Все-таки Эдмонд очень умный слоненок. Смотрите, наши тени зачем-то вытягиваются. О! Это происходит, потому что наше солнце начинает садиться. Скоро начнет темнеть. Моя тень пропала. Да, Эмили. Когда солнце заходит, исчезают и тени. Пеппа, Джордж, пора спать. Хорошо, папа. До свидания, друзья. Пока. Малышам пора спать. Грустно, конечно, что моя тень куда-то пропадает. Не стоит грустить, Пеппа. От электрического света тоже бывают тени. Мы можем устроить театр теней. Мама-свинья такая находчивая. Она показывает малышам фигурки. Это птичка. Послушайте, как она поет. Чик-чирик. Я птичка-невеличка. Моя очередь. Пеппа изобразила паука. Меня зовут мистер Тощиножки. О, страшно. Мир согласия на земле. Мир согласия на земле. Мир согласия на земле. Мир согласия. Замечательно. Очень скоро мы исполним этот гимн для ваших уважаемых родителей. А пока можно и поиграть. Поиграйте, дети. Только не ссорьтесь. Все страны мирно играют на площадке. Англии нравится кататься на горке. Франция и Швейцария качаются на качелях. Германия прыгает в классики. Один, два, три. Америка, Россия, Испания и Греция сидят в песочнице. Я построю огромный замок из песка. Йо-ха! Ну вот подходят Голландия и Япония. Хе-хе-хе. Теперь наша очередь играть в песке. Почему это? Потому что ваше время давно закончилось. Идите куда-нибудь, хоть на горку. Но мы хотим играть здесь. А-а-а! Ну и дела. Места в песочнице хватит только лишь для четырех стран. А-а-а! Что происходит? Сейчас наша очередь копать песочек. Но мы пришли сюда первыми. Фьюзи что, опять раскомандовалась? Джордж первый начал. Оставь Джорджа в покое. Он же еще маленький. Прием, прием. Что это у вас тут так шумно, детки? Эй. Они хотят выгнать нас из нашей песочницы. Но это не так. Именно так. Это все Джордж. Мы пришли сюда. Ну и ну. Оказывается, наши мировые державы не могут мирно играть. Мир согласия на всей земле. Что это за шум? А давайте поиграем в игру пасмурной погоды. А разве в нее играют дети? Я вам покажу. Если взять вот эту уточку для купания и спрятать на самом видном месте, смогли бы вы ее найти? Папа! Если место видно, значит и уточку мы увидим. Проверим. Я положу уточку вот сюда. Так. И вы мне скажете, где она? Здесь. Молодец. И это слишком просто, папа. Я бы не стал так говорить, Пепа. Ну, кто хочет быть первым? Раз эта игра такая простая, пусть лучше Джордж начнет. Хорошо. Ждите меня здесь. Папа-свин прячет резиновую уточку, а Джордж постарается ее найти. Я спрятал ее у вас в детской. Джордж начинает искать уточку для купания. Но найти ее оказывается не так просто. Джордж, ты ее видишь? Посмотри очень внимательно. Джордж смотрит очень внимательно. Он хочет найти уточку. Теплее? Хорошо. Холодно? Опять тепло? Джордж нашел резиновую уточку. Ура! Я ее сразу заметила. Ерунда какая-то, а не игра. Хорошо. Пепа водит. Только на этот раз спрятать буду я. Мама-свинья прячет игрушку так, чтобы Пепа непременно ее нашла. Обещаю. Я ее сразу замечу. Готово. Уточка для купания спрятана где-то на кухне. Пора, не пора. Иду со двора. Кто не спрятался, я не виноват. Я знаю, где ты спряталась. Наверное, в раковине. Оу. Но в раковине резиновой уточки нет. Точно. Надо посмотреть под столом. Но и под столом уточки тоже нет. Ты надолго приехал, папа. Навсегда. Я решил, что мои путешествия окончены. Я пошел вокруг света и сделал себе состояние. Оу. И потерял его снова. Оу. И снова сделал. Ура. Ах, я люблю путешествовать. Но мне кое-чего не хватает, когда я вдали. Чего, папа? Моих дорогих, конечно. Я навсегда вешаю свою капитанскую фуражку. Я расскажу вам о своих путешествиях. Я странствовал год и один день. Обогнул земной шар. Совсем обогнул? Да. А что вы делали внизу? Ты не упал? Нет, я крепко держался. Ой, какое приключение. Это верно. И я привез вам всем подарки. У-у-у, подарки. Вот барабан для Дэнни из далеких джунглей. Спасибо, папа. Очень хорошо, Дэнни. Я могу бить громче. Пожалуй, хватит пока стучать. А для всех твоих друзей – раковины с пустынного острова. У-у-у. Если приложить их к уху, вы услышите шум моря. Да, я слышу морской берег. А для моей дорогой мамочки – сундук с золотом и драгоценностями. Ой, как красиво. Они мне пригодятся. Ах, как же хорошо дома. Наступило утро. Капитан Пес встал рано. Папа, что ты делаешь? Проверяю ветер, Дэнни.